Всем здарова народ! С вами как всегда я, Дориан Карнет, и в этом видео мы поговорим о любимой для всех почему-то теме о заработке на ютуб, сколько кто зарабатывает, почему столько зарабатывают, откуда идут деньги и так далее. Погнали! А перед началом видео порекомендую вам канал Бимакса. Вроде как и игровой, вроде как не игровой канал. Заходите, смотрите, там КСочка ваша любимая. Серьезно, КС. Ну, вы же любите. Заходите, смотрите, ссылочка будет в описании. И передайте ему от меня привет. Итак, давайте перед началом этого видео я вам поставлю задачу. Давайте вы все наберете на этом видео 1250 лайков. Это новая цель, но вы сможете ее достичь, я в этом уверен. А еще напишите по поводу качества звука. Теперь должно быть получше, нет? Не скажу почему, но да, должно быть получше. Сейчас такая странная фича на ютубе, то что многие не получают оповещения о том, что у кого-то выходят новые видео. Если вам интересен мой контент и вы не хотите пропускать мои видео, нажмите вот на этот колокольчик и вы не будете их пропускать, как бы это ни звучало тупо, да. А теперь к самой теме. Итак, как же люди зарабатывают на ютубе? С чего зарабатывают ютуберы вообще? Многие из вас уже могут знать все, да и вся, но я объясню всем остальным, как что зарабатывают, как смотреть, сколько человек зарабатывает. Правильно. Короче, вы сами все поймете, погнали. Ютуб платит не за подписчиков, ютуб платит не за лайки, потому что многие считают, что платят людям за лайки или за подписчиков, но это не так. Платят за коммерческие просмотры. Что такое коммерческие просмотры, спросите вы? Это когда перед началом видео выползает такая рекламка. Реклама не где человек рекламирует какой-то проект, канал и так далее, а именно реклама от гугла, то есть, которую нельзя промотать и всякие баннерки выскакивают и так далее. Именно за это большинство ютуберов получают свои деньги. И даже если у людей, которые вас смотрят, не стоит от блока и вообще все хорошо, у вас будет около 20% от силы просмотров коммерческими. А за коммерческие просмотры в каждых странах платят по-разному. В России, например, платят, в России платят очень мало. И из-за того, что в России платят мало за коммерческие просмотры, вытекает другой способ заработка, который почему-то прижился только у нас, в России и в странах СНГ. Потому что за рубежом другие люди не сделают прероллы, не рекламируют другие каналы платно, обычно это делают по своей доброте душевной. Ну и в редких случаях они что-то пиарят, но это когда к ним просятся попиариться какие-то большие компании, а не какие-то другие ютуберы. У них нет прероллов и подобного, у них это не заведено и этим у них никто не пользуется и никто такие способы... И никто даже не пытается так заработать, ну серьезно. У них платят за просмотры и так много, чтобы им нормально было жить. Тот же PewDiePie зарабатывает достаточно большое количество денег, ему вообще нормально. А вот в СНГ, ну допустим возьмем Россию, а в России платят меньше, чем в других странах. Поменьше, раза в три, серьезно, раза в три. И из-за этого вытекает то, что мы пользуемся другими способами заработка, мы продаем рекламу, мы рекламируем чужие каналы, проводим всякие конкурсы, где главный приз какой-то такой-то. А чтобы участвовать нужно там, подписаться на другой канал и так далее. Не думайте то, что американцы просто не догадались продавать такую рекламу, нет. Если бы им нужны были дополнительные деньги, они бы зарабатывали именно так. Они бы первые, кто это придумал, серьезно. Также у нас работает такая с тем, что ютуберы могут принимать участие в каких-то проектах, что-то озвучивать за деньги. Но это уже зависит от самого человека, зачастую ютуберы также открывают какие-то свои проектики, типа CaseCase.Case, крутите свою рулеточку и вы ничего не выбьете, зато я получу большие денежки за вас, так что давайте крутите и так далее. Потому что большинство рулеток это обман и не надо говорить, что это не так. Сами подумайте, вы открываете сайт, допустим, это те же самые рулетки. Она должна приносить вам прибыль и именно уже поэтому стоит задуматься о том, будут ли они честными. Людям нужно выходить как-то в плюс. Но если они будут выдавать хороший дроп многим из тех, кто будет участвовать в их играх, открывать у них кейсы, то это будет невыгодно сайту. И именно тогда начинается с КАМАЗ, как бы сказали американцы. Ну это сленг американский, не пишите внимания. Начинается, ну с камеры, это обман, то есть начинается обман. И людей просто наебывают. Я знаю нескольких людей, которые проебали от 10 тысяч рублей именно на открывание кейсов на всяких сайтах. Я открывал, признаюсь, один раз один кейс за 80 рублей или за 90 рублей на Elite Case или Drop. Я не помню, как этот сайт называется. Я не буду говорить его название, потому что я его не помню на самом деле. И понятное дело, мне ничего не дропнулось. Ну хотя, может быть, это такая у меня плохая удача. Хотя, в то же время, когда смотришь, например, у ютуберов видосы, им дропается хороший дроп. В ленте все время показывается хороший дроп. Когда заходишь на сайт, там все время синева, 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 синева. Ну вы сами это видели, я думаю. Еще давайте поговорим о таких сайтах, как VSP Stats и Social Blade. Потому что многие смотрят на статистику этих сайтов. Ну это же, блядь, пиздеж, серьезно. Там такие большие заработки показывают. Если посмотреть по сайту VSP, то в месяц, в месяц, блядь, серьезно. Я в месяц зарабатываю 700-870 долларов в месяц. Мой канал, это маленький, маленький канал, зарабатывает от 700 долларов. Это такой пиздец. Вот вам скриншот, сколько я зарабатываю. Это тридцатка долларов. И то же из-за того, что я видосы часто сейчас делаю. 30 долларов на канале, на котором 50 тысяч подписчиков. И это 30 долларов. Это не 600 или 700, как здесь написано. Потому что там везде пишут, что теоретический доход. Не настоящий, а теоретический. Не берите никогда инфу с этих сайтов. Единственное, что они там говорят правильно, это топ ютуберов в мире. И показывают правильно, сколько человека подписали за день. И сколько просмотров у него за день. На заработок можно на таких сайтах даже не смотреть. Это вранье. И это всегда было враньем. Примерно можно вытеслить, сколько человек зарабатывает. Это заходим на Social Blade. Вот есть там минимальный заработок в месяц. Берем его и делим его на 2-3. И получаем реальный, примерный заработок ютубера. То есть у меня это реально 30-20 долларов обычно. И так надо делать с каждым каналом, чтобы примерно узнать, сколько они зарабатывают. И многие из вас, потому что начинают считать других ютуберов огромными, зажравшимися уебанными. Типа, вы говорили, что у вас мало денег и так далее. А на сайте сказано, что вы зарабатываете в месяц миллиарды долларов. Последняя моя тема, которую я хотел бы раскрыть здесь, это сколько я за все время заработал. Как вам так сказать? Я сейчас скажу цифру 180 долларов. И знаете в чем прикол? Это за 4 года. 180 долларов за 4 года. Это в принципе помогает немножко мотивировать большинство ютуберов. Заработок реально помогает многим ютуберам не уходить с ютуба, продолжать что-то делать. Как ни странно, да, люди любят деньги. Ютуберы тоже любят деньги. И вы любите деньги. Даже если вы не ютубер. Не стоит считать чужие деньги. Хотя, да, это очень интересно и приятно. Сколько же он там зарабатывает? Смотрите на людей немножко по-другому. Не стоит смотреть на них и завидовать или так далее. Думайте постоянно то, что человек, например, ему не повезло или что-то подобное. А человек старался ради чего-то, старался, чтобы у него все это было, чтобы он столько мог зарабатывать. Он старался, он делал, делал, делал и делал. Смотрите на людей и думайте не о том, что, например, челка на крутой машине, значит насосала. Думайте, даже если вы знаете, что она насосала, думайте о том, что она работала, сама она это заработала. Это поможет вам смотреть на жизнь немножко по-другому. Да. И это поможет вам получить небольшие еврейские чувства. Ну, капельку совсем и вы так сможете правильнее думать о деньгах, о том, как они получаются, откуда они берутся и так далее. Ютуберы, да, они зарабатывают на контенте, они зарабатывают... Некоторые зарабатывают на полном дерьме, который они там снимают за 3 секунды. Некоторые зарабатывают, снимая реально какие-то крутые фильмы на Ютуб. И некоторые зарабатывают, делая музыку и так далее. Ютуб это реальный способ как-то заработать, реальный способ показать себе миру, показать свой контент миру. Любой, кто начнёт заниматься Ютубом, со временем будет очень часто думать о заработке Потому что вам нужно будет находить деньги на новые проекты Нужно будет находить деньги на то, чтобы улучшить ваш контент и так далее Именно поэтому постоянно будут курировать какие-то деньги-деньги-деньги-деньги-деньги Ютуб будет помогать вам жить, возможно Ютуб будет помогать вам делать более крутой контент на тот же самый Ютуб Так что в любом случае на вашем Ютуб-канале будут крутиться деньги Они, может, уже сейчас крутятся, может, они будут крутиться И не надо относиться к этому как к чему-то запредельному, типа, деньги с интернета зарабатывать, что за хуйня, это же все неправильно, нет, 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 нет. Многие хотят связать свою жизнь с интернетом и с заработком в интернете. Никто не хочет идти работать с шахтером, получать, когда можно просто играть в игры, делать то, что тебе нравится, записывать об этом видео на ютуб, общаться с огромной аудиторией, становиться популярным. Зачем, когда вот можно это все в интернете делать? Зачем ходить на работу? Но в этом может быть проблема следующего века, следующего поколения. Но да ладно, и в принципе мы уже отошли от темы заработка на ютубе, я думаю я вам раскрыл какие-то идеи, как люди зарабатывают, перероллы, спонсоры, разные другие проекты и так далее, коммерческие просмотры важны, как правильно смотреть статистику, я вам тоже рассказал. Пишите в комментариях слово ютуб, если вы досмотрели, не забывайте набрать большое количество лайков и не забудьте нажать на этот колокольчик, чтобы получать оповещения о моих новых видео, потому что на ютубе сейчас достаточно странная система с этой херней. Нажимайте на колокольчик и будете получать все оповещения о моих новых видео. И теперь немножко саморекламы, я думаю, ну как саморекламу, я сам себе заплатил за саморекламу. В общем у меня открылся проектик, где вы сможете помочь и мне, и себе. Вы сможете улучшить свой контент, сделать его более качественным, улучшить монтаж ваших видео, что важно, он будет круче выглядеть и эпичнее. А вы мне поможете в плане финансов. За небольшую сумму, вступив в закрытую группу ВКонтакте, вы сможете получать огромное количество крутых, крутейших, наикрутейших проектов для After Effects, которые улучшат ваш контент в разы, он станет качественней. Всякие проектики, всякими крутыми переходиками, текстиками и так далее, кинетической типографикой и огромное количество всяких проектов. Также будут проекты для Photoshop, Cinema 4D и так далее. В общем, крутые, закрытые проекты, которые вы больше нигде не найдете. В описании будет ссылка на видео, где я поподробнее рассказываю обо всем этом. Открывайте описание полностью, там будет описано в видео о моем новом проекте, двоеточие, ссылочка на видео, смотрите, переходите и возможно участвуйте, помогайте мне, помогайте себе. С вами был Дориан Гарнет, как всегда, прощаюсь с вами, увидимся в новых видео. С вами был Дориан Гарнет, как всегда, прощаюсь с вами, увидимся в новых видео.